Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как сделать петлю в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Посмотрим на создание петли в полностью автоматическом режиме. Для комфортного создания петли нам потребуется специальная лапка. Ее преимущество в том, что она автоматически может определять длину петли в соответствии с размерами конкретной пуговицы. В задней части лапки имеется специальный держатель пуговицы. Держатель можно оттянуть назад и вложить в него пуговицу, а затем снова зажать держатель для того, чтобы пуговица была хорошо зафиксирована там. Также особенность этой лапки является наличие ползунка, благодаря которому лапка находится в процессе создания петли в небольшом движении и образует петлю необходимой нам длины. Устанавливаем лапку. Будьте уверены, что установили штифт лапки в выемку. И еще одна деталь – это рычаг петли, который находится слева сзади от иглы. Как правило, такой рычаг бывает в машинках, которые выполняют петлю в автоматическом режиме. Убедитесь, что рычаг максимально низко опущен и плотно прилегает к детали стопора на лапке. Поднимаем лапку, заводим отрезок ткани под лапку, выбираем режим создания петли. И далее в машинках с автоматическим созданием петли вам необходимо просто один раз нажать на педаль, а машинка все сделает за нас. Машинка полностью самостоятельно завершает операцию и перестает шить, когда петля готова. Как правило, в машинках с автоматическим режимом создания петли предлагается несколько видов петель. К примеру, этот вид петли называется петлей для тонких тканей. Она имеет закругленные концы. После того, как петля готова, нам остается только ее прорезать. Можно воспользоваться для этого распарывателем или ножницами. И проверим, насколько хорошо проходит пуговица через петлю. А теперь посмотрим на создание петли в полуавтоматическом режиме. То есть в этом случае нам потребуется не просто нажать на педаль и ждать, пока машинка все сделает за нас, но и проводить параллельно некоторые настройки. Эта модель машинки предлагает только один вид петли. Это классическая квадратно-бельевая петля. Настроим режимы строчки. Сейчас строчка находится на букве А, то есть это прямая строчка. Переключаем ее в сторону зеленых значков, обозначающих петли. И посмотрите, здесь мы имеем три позиции. Установив первую позицию, мы обрабатываем левую сторону рамки петли. После того, как мы обработаем левую сторону петли, мы переключим на вторую позицию и обработаем нижнюю сторону петли. Далее мы переключим на третью позицию и обработаем правую сторону петли. И затем вновь вернемся к предыдущей позиции, но уже под номером 4. Она аналогична второй позиции. И завершим обработку верхней стороной рамки. Таким образом, в процессе создания петли нам необходимо будет переключать позиции. Ну а что касается длины стежка, то, как правило, мы строчим со средней длиной стежка в 3 миллиметра. А теперь нам необходимо будет ее максимально свести к нулю, максимально близко, но не до позиции нуля, поскольку иначе иголка будет строчить только в одной точке. Устанавливаем лапку, заводим под лапку отрезок ткани и в предыдущем случае, когда мы создавали петли в автоматическом режиме, мы просто начинали строчить. Но в этот раз нам необходимо будет отодвинуть лапку максимально вперед. Таким образом, ползунок остается на месте, а вся остальная часть лапки перемещается. В таком состоянии нам необходимо опустить лапку. Посмотрите, какой большой зазор между ползунком и стопором мы получили. Этот зазор определяет длину петли в соответствии с размерами нашей пуговицы. Начинаем строчить. Сейчас настроена позиция номер один, то есть оформление левой стороны петли. Нажимаем на педаль и просто наблюдаем за тем, как полностью выполняется левая сторона петли. Пока нам ничего не нужно делать. Посмотрите, зазор между ползунком и стопором сокращается. Зазор полностью закрылся. Если мы будем строчить и дальше, иголка будет просто повторять один и тот же стежок на одном месте. Поэтому будьте внимательны. Если ткань больше не движется, то есть сторона петли завершена, то остановитесь. Далее нам необходимо убедиться, что игла поднята, и переключить на второй режим, на вторую позицию. Сейчас мы обработаем нижнюю сторону петли. Делаем 3-4 стежка, то есть машинка повторяет один и тот же стежок на одном месте. Снова останавливаемся, проверяем, чтобы игла была поднята, и только после этого переключаем режим в третью позицию. Если переключить режим с опущенной иглой, то игла сломается. Снова нажимаем на педаль, и теперь машинка сама строчит в обратном направлении, то есть спереди-назад. Зазор между ползунком и стопором вновь открывается, и мы строчим до тех пор, пока не заметим, что деталь перестала двигаться. Останавливаемся, проверяем, чтобы игла была поднята, и после этого переключаем на четвертую позицию, та же самая вторая, для того, чтобы обработать верхнюю сторону рамки. Снова нажимаем педаль и делаем несколько стежков. Петля на этом готова. Вытягиваем деталь и срезаем лишние нити. Посмотрите, стежки получились не такими плотными, как в первом случае. Это означает, что нам необходимо регулятор длины стежка сместить еще ближе к нулю, для того, чтобы стежки были более плотными друг к другу. Ну а после этого остается только прорезать петлю.